Петербургский тракторный завод прежде любил похвастаться, что трактор «Кировец» флагманской серии К7 можно оснастить дорогими, но надёжными двигателями Mercedes-Benz мощностью от 300 до 400 сил. В качестве альтернативы предлагался более доступный турбодизель Тутаевского моторного завода, который теперь остался единственным доступным вариантом. Этот мотор считается неплохим, но инженеры TMZ нашли способ улучшить его. В приводе вентилятора охлаждения появилась вязкостная муфта, а в системе питания — охладитель наддувочного воздуха, или, проще говоря, интеркулер. Под это дело пришлось изменить конфигурацию электрической системы и прошивку блока управления. Как уверяет пресс-служба КАМАЗа, состав которого входит TMZ, с июля обновлённый мотор начнут отгружать для установки на Кировце. Свежая версия обещает быть менее теплонагруженной, но более экономичной. КАМАЗ спешит успокоить дилеров. Грузовики новейшего поколения Ка-5, в создание которых были вложены огромные средства, через полгода должны вернуться на конвейер. Об этом заявил лично глава грузового автогиганта Сергей Кагогин. Сборка первых сидельных тягачей КАМАЗ 54901 запланирована на январь будущего года. А в течение следующих месяцев завод постепенно выведет полную гамму машин, включая самосвалы и внедорожники. Разрабатывая новые версии грузовиков, по компонентной базе КАМАЗовцам приходится ориентироваться на российских производителей, а также на поставщиков из, как принято сейчас говорить, дружественных стран. Что касается среднетоннажной модели Компас, то, по словам Кагогина, вывод автомобилей этого семейства на российский рынок можно считать вполне успешным. При этом модель успела разжиться разнообразными надстройками. А в мае завод запустил пробную сборку кабин. Напомним, что Компасу они достались от китайских грузовиков «Джак». О том, что команда КАМАЗ-Мастер готова продать несколько спортивных грузовиков, новости с колёс уже рассказывали. А сейчас из набережных Челнов пришло свежее предложение — любой желающий может погонять на гоночном КАМАЗе. Коллектив предлагает арендовать грузовик на июльское ралли «Шёлковый путь», что пройдёт по маршруту Астрахань-Москва. Цена участия — 5 миллионов рублей, если арендатор захочет рулить сам, и 7 миллионов, если грузовик будет вести пилот команды. Субтитры создавал DimaTorzok